Продружить с детства и все же такое. Они уже сами между собой стали, межпахой. Межпахой они, да. Я же говорю, вы как родственники мне. Я помню, ты знаешь, я помню вашу квартиру. Вот помню до сих пор. Я тоже помню. А ты откуда помнишь? У меня такие еще сны. У тебя валялись в твоей комнате какие-то макеты. Это же макеты. Не, не. Были такие, знаешь, которые одевают на них. У тебя были в комнате. Я помню вашу квартиру. Мы с бабушкой ходили. Ты не помнишь, какие макеты? Манекены, да? Манекены, да? Типа плечиков. Куда она эта? Такие головы. У тебя было, у тебя было. Ты говоришь, мне снилось? Я помню, что... Бабата! Тебе сниться, тебе сниться. Я помню, у вас какие-то армиистры. У вас был такой дом, я помню. Какой дом? Квартира, квартира, квартира. У них была одна комнатная квартира. У нас в Казаде большой дом, там у нас маленькая была. Я точно помню, я бабушка в сон. Помнишь, ты сказала? Как это? Как ты сказала? Мне в школе... Мне нравилось ходить. За Советский Союз, я не помню. Как ты сказала? Не помню. Правильно? Вот заходишь, вот я помню, так, и здесь салон. И вот у тебя была, комната твоя была вот эта. Да, но это не моя комната. А, там, ну типа моя, но не совсем моя. Ну так. У вас была одна комнатная квартира? Мы поменялись на Грозненской же. Потом мы поменялись. Мы же две были на Грозненской. А, да? Последние 8 лет мы на... Я помню, когда тебя в школе спросили, чем ты обязана Советская власть. Ну, что я сказала? Я помню до сих пор. Я не помню. А, не помню. Ты говорила, а чем я должна быть обязана Советской власти? За одна комнатную квартиру? Ну да. Я не помню. А как ты там был? В одна комнатную квартиру, конечно, я там был. Ты там был, где когда бабушка Таня сказала? Нет. Я думаю, она рассказывала, мама, а что не рассказывала? Я не... Я очень помню в очень раз. Ну вы к нам, мама, у вас бабушка привезла с маленькими со школы. Что у тебя было на стене там? Что-то мне очень... Роза, роза красивая такая. Роза. Что-то было еще. Какой-то мне очень нравился объект у вас. Нет, я квартиру очень хорошо помню. Поэтому мне вот это все... А я не помню Грозненскую вообще. Я помню однокомнатную. Ну, мы последние 8-10 лет. Я помню только однокомнатную. Правильно. Первая это знакомна, а потом была... Там, где папа твой жил. А потом мы переехали на Ленина. Большой каменный дом. Пятиэтажный. Не помню. А что я не помню? А? Я очень помню. Хороший дом. А по-моему, ты туда не приходил. Значит, я не приходил. Она с ними приходила, с малыми, со школы. Да. Они маленькие были. Мы садились на кухню. Бабушка Соня варила картошку. И очень... Твоя мама очень любила. Это для нее было... Вот такая, помнишь? Лещи. Лещи соленые. Да, да, да. Лещи. У нас были... Она приходила как раз, и она чувствовала эти лещи. Она говорит, сделай мне, Соня, салат. Она нарезала себе большие такие куски луковицы. Да, она луковица. И мы картошку, и вот эти лещи. Еще что-то там я не помню. И мы ели. Иногда-то любимое. Луковицу я до сих пор... Знаешь, иногда я себе делаю такой-то анук. Такое... Я делаю... Нарезаю себе лук, когда никого дома нет. Я нарезаю себе лук, поливаю подсолнечным маслом, как мама любила. С это водочка. Это ее любимое. Замечательно, идет. Иди сюда, садись, кушай. Нет, нет, я сейчас бабушки... Нет, нет, я сейчас бабушки... Нет, бабушки, я у нее... Проведывал? Нет. Нет, куда выходит? Ну, я сейчас, она будет, эта красавица. А, подожди, сейчас дети... Ну, дети там, да. Там разница же по времени. А сколько у нас за время разница? 7 часов сейчас опять. Часы перевели, было 6, сейчас 7. Сейчас, получается, куда? Назад или вперед? Мы назад. А, то есть у них только день начинается. Да, надо у них... Ну, дозволится еще у них есть... Самое главное, в конце я скажу, я мечтаю здесь прийти к Яну Левензону и с ним, вместо, вместе с Наташей, может быть, вместо Наташи, с ним делать шоу. Хорошо, я люблю играть, есть какие-то юмористы. Окей, с Яну Левензону здесь я могу встретиться. Но я могу с ним встретиться и сама. У меня есть через кого. И мечтаю вообще давать какие-то здесь концерты. У меня такие, я сочиняю песни сама с такими шутками. Ну, шуточные, не совсем такие, не классические, не оперные. И дай бог, я как-нибудь приеду, то на инструменте вам поиграю. Да, пианино только у меня дома нет. У всех родственников... Это надо срочно покупать. Мои в Израиле родственники все достигли больших высот, но ни у кого нет пианино. Дети музыкальные не образуют. Послушай меня, я куплю пианино для своего внука. Не пианино, а электронный инструмент. Не надо мне электронный инструмент. Пианино, это чистая классика. Может быть, пап, правда сделать его музыку? Это наша мечта. Естественно, я его отдам. Нет, потому что наша разбита. Шалевка? Так жалко. Шалев, что ли? То есть невозможно быть и фотографом, и профессиональным... Не нужно быть профессиональным. И этим органистом. Не нужно быть профессиональным музыкантом. Нет, ну музыкантом у нас...